Это самый непредсказуемый регион из-за того, что турниров там мало, интернет нестабильный, команда играет друг с другом не так часто. Зачастую получается так, что ребята могут удивлять либо какими-то героями, которыми они очень хорошо играют, там, допустим, есть Адрот на двух-трех героях, и он ими исполняет, либо какие-то такие неординарные стратегии. Вот сейчас посмотрим, что для нас один и второй коллектив уготовили. Ну вот уже распик через дровку Минески, бестмастер дровка, такой вот, хороший получается. Начальный распик, и вот было в Китае, помню, дровочка залетала, тоже в первой стадии, но почему-то команда во время стадии пикабанов передумала и как бы пикнула дровку, но потом как бы не под дровку взяла. То есть может что-то и испугать, именно вот допикивать изначальную стратегию. Ну, грешат некоторые команды тем, что стараются использовать Дро Рейнджер как мейн-керри, чтобы она била одна, но как мы вспомним вот историю, да и вообще самые успешные игры с Дро Рейнджер, это именно те игры, где она являлась не главным дамагером, а больше, так сказать, бафером, там героем может быть третьей, может быть второй позиции. И всегда нужен был керри, который будет бить в ответ. Ну да, если я не ошибаюсь, там на саммите и на Старладдере там дровка имела порядка 90% винрейта, а то и какие-то моменты под сотню, за большое количество карт, что дровочка так хорошо заходит в последнее время. Ну да, довольно-таки крутой герой, особенно если ты играешь за Дайр, она забирает Рошанов, вышки пушит, многие линии усиляет, даже если ей на линии тяжело. Ну и учитывая то, что у нее довольно-таки хорошие статы после шестого уровня, она всегда может уйти в лес и как-то вот загнобить ее не получится. То есть если она сыграет осторожно, то она всегда свое вывезет. Но сейчас интересно, что же сделает Лайкас, потому что довольно-таки необычный старт. Вингафер спик, вот это очень-очень интересно. А Минески в свою очередь открываются бисмастером, который прекрасно сочетается с дровкой. Он идет вперед, у него есть кабаны, которых также бафает аура. Он для нее танкует и при этом немножечко усиляет ауру атак спида. И сверху пока ребята выглядят посимпатичнее. У них, так сказать, видна общая мысль. Ну да, возможно Лайкасы не хотели, чтобы Бэтрайдера потом законтрили Вингой. Ну, такое довольно-таки странное, в принципе, решение так вот распикиваться. Получается, первый пик у нас был за Минески бисмасс, а потом дабл пик у Лайкас, правильно? Да. Нет, первый пик был за Лайкас, а потом два пика сделали Минески. Это просто Винга, прям первое. Это просто Винга. Ну, возможно, они просто захотели взять ее а-ля Минески с Вингой хорошо играют, и с той же Вингой за Дайр можно Рошана забирать. И при этом еще забрали Бэтрайдера. Мол, такая синергия Винга свапает одну цель, а Бэтрайдер уже везет вторую. Ну да, возможно. Ну, посмотрим, пока сверху все посимпатичнее. У нас уже имеется хороший танк, два героя, которые будут накручивать, это Дру Рейнджер с Вич Доктором. И на месте Лайкас было бы здорово найти каких-то героев, которые продолжают сокращать дистанцию. И они могли бы ворваться в ту же Дру Рейнджер или в того же Вич Доктора. Ну, в принципе, я вот еще турнир это не наблюдал. Как-то так у меня мимо все проходило, то VPL, то еще что-то залетало. Так что я тут по пикам даже не знаю, что базе разбирают. Вот Лайкстиллер залетает. Ну, в принципе, вот есть как бы уже инфес-бомба с Бэтрайдером, потому что Бэтрайдер в любом случае купит Блинк. Да. Синергия присутствует. Да, и тот же Лайкстиллер при этом может постараться как-то, ну, просто побежать вперед и использовать роль танка, чтобы какой-то другой герой мог убивать. Боится он пока что только одного Рора без мастера, который может его стыкать. Но благодаря тому, что у него в команде есть Венжер Фул Спирит, это отличный герой на подсейф, он, ну, в принципе, своей цели с большой вероятностью будет достигать. Ну, вот Мирана — это поворот. Ну, по идее, Мидова Мирана. В принципе, я видел распики через Мирану Суппорта. Вот в Китае было, но тут все-таки это мидер должен быть. Ну, вот в случае с Мираной это небольшой поворот, потому что Мирана довольно-таки хорошо чувствует себя по игре против Лайкстиллера. Она может от него убегать. И вслед за этим Стрела является замечательным продолжением против того же ультимейта Бесмастера, где можно здорово комбинировать. Ну, теперь стало ясно сверху то, что у нас это три дамагера, и один Бесмастер идет вперед, который начинает движуху устраивать. Но было бы здорово к этому Бесмастеру взять кого-то еще, кто будет помогать ему как-то врываться. Нужен убийца Тинкера. Ну, в принципе, а кого бы тут взять? Я бы вообще Шторма взял. И поставил бы Мирану на Суппорта. Да. Но Лайкст говорят, нет Шторму на миде и Миране на Суппорту. Шторма смело отправляют в бан, и вот теперь хороший вопрос, кого брать Минески, если не Шторма. Не, ну в принципе, Тинкера можно задавить вначале. Вот именно спушить очень быстро. Это Рикимару на последней стадии залетает. Ну, кстати, вот в Китае Рикимару очень популярен. Он там в первой стадии постоянно отлетает в бан, а тут доживает до последней. Но все же залетает, так что азиаты любят данного героя. Ну, и кого добрать? Кого добрать? И на какую позицию? Ну, скорее всего, нужен тут все-таки Суппорт. Или все же решат Мирану оставить? Ну, Мирана под Вич Доктора, то есть, нет такого стана. А вот Сталкер, кстати, против Тинкера неплохо. Только вот нужно огонь выфрамить. Да, я бы считаю, что Сталкер очень хорошо смотрится против Бэтрайдера. Если ты режешь весь Вижен, то ему очень тяжело войти. Ну, и вследствие чего Най Сталкер с Аганимом и с Гемом также создает огромные трудности для Рики. Так что, в целом, пик у Минески отличный. Осталось только этот Аганим нафармить. Ну да, ну, по идее, вообще, на Сталкер будет такой суппорт четвертой позиции, который купит Айрн Талон и пойдет фармить Лиса, но там есть Рики. То есть, Рики Мару жизнь попортит, по идее, Сталкеру. Если, конечно, ему не надоед за ним гоняться, если Сталкер там будет перейти за грамотом, так как там между крипами возле Секрет Шоупа там и прохода себе проедать потихоньку. В принципе, я таки видел в погоне, когда даже Челлиса уходил, там был БХ против него, но БХ надоело гонять, Мясо, а Чен все же выформил все, что хотел. Да, ну я думаю, здесь вот на месте Лайклс они как раз и взяли Рики, чтобы можно было как-то этому помешать, потому что, в общем-то, линии у них хорошие. Это медовый Тинкер, Винга плюс Лайстиллер, которые могут почти против любого героя постоять. Ну и тот же Бэтрайдер, какое-никакое давление в харде он создает. Так что вся игра в руках Рики. Рики надо идти и действовать. Ну, в принципе, да. Ну что, мы начинаем. Давайте смотреть, кто на ком играет. У нас С1 Лайклс и Минески. С1 Лайклс играют за Радиант и Ябиш играет на Рикимару, Карл играет на Тинкере, Роялти играет на Лайвстиллере, Ядж играет у нас на Бэтрайдере, и Авчас играет у нас на Винге. И команда Минески, где Рейджинг Патета забирает Кэрри и Мирану, Кассу портят на Мичдокторе. НБ, тот самый лесной Насталкер, который будет с Аганим выигрывать игру. Ну, а Джул, в свою очередь, Кэрри Дрорейнджер, будет бафать у свою команду. Ну и главный врыватор, главный убиватор, который у нас стоит в Харде, это Бакерина. Писмастер. Да, в принципе, вот. Никнейм у Тинкера Карл, сразу вспомнилась фраза. Карл, ультуй. Да-то в разные фразы бывают, можно таки залетать. С картинкой тот, с ходящих. В принципе, можно будет залетать во время игры, пару шуточек по поводу Карл. Ну, что там, в принципе, Рикимару сошел в спину. Там же и Стрю поставили у нас, Минески, так что Рикимару подставляться не стоит. И там еще и БТРа немножко отзонили. Вар также поставили и ОПС здесь, и ОПС здесь поставили. Ну, в принципе, уже успели все сделать. В то время как Лайкас еще ничего не проставили, кроме одной Стреи в лесу, но вот Рикимару решил подпортить жизнь Сталкеру. А Сталкер у нас с Талончиком. Но, в принципе, блок одного спауна, учитывая то, что есть еще здесь, так, здесь и можно даже сюда его уйти, то, как бы, особо жизни не попортит он ему. Ну, и второй тоже вард. Для блока спауна, для Вижена, но то, что его задавардят, в принципе, вероятность велика, потому что ну, таки просто такой вард снимается. Да, самое полезное вот такое ситуации, что можно придумать для Рики, это просто пойти прямо сейчас бить Найсталкера на первом уровне, потому что, ну, вот этот блок, как ты сказал, он особо погоды не делает, Найсталкер все равно может фармить, но в другом случае Рики Мару может хотя бы стараться харасить и забирать львийную долю экспы. Ты там не видел, что в миду произошло? Мирана принесла себе сальву, вот здесь положила, Динька подошел и разбил. Бывает. Бывает. Подстава. Ну, что ж поделаешь. Пока интересная игра Найсталкера и Рики. Найсталкер решил сделать ход конем и просто не пошел в лес, дабы Рики его не напрягал. И продолжает бегать поверху, напрягает немножечко Бэтрайдера, отгоняет его так вот на парочку с Вич Доктором. Ну, а после того, как Бэтрайдер отойдет, в это время начинаем формить свой лес под прикрытием Вич Доктора. Ну, и вот в такой ситуации Рики Мару уже не похарасит. Если выйдет, то его леска начнут убивать. Нужно разве что стелить крипов. Ну, там Бесмастеру, в принципе, дали пространство, потому что, ну, вдвоем убить его тяжеловато. Там еще и линию подпушивает, так что у него там все хорошо. Нет надобности уходить там в леса подфармливать. Так что, в принципе, Рики на топе напрягает, конечно, но на топе агрессия на Джулса. Ну, неприятно. Три напалма уже пошло, но сейчас попадут каски, кокос в лицо, ну и, в принципе, Джулс уходит. Хотя, вот Вич Доктор подставился, но рядом сталкер, так что агрессия тоже здесь не сработает такая. Там Рики нагрызай потихоньку, по чуть-чуть, по касту. Ну, такое, раздамажил, ну и все. Что-то в миду у нас 4 на 3, даже уже 5 на 3 против 7 на 6. Ну, пока Карл неплох. Ну, хоть раскачка у него пока через два в лазер и один в ракетке, пока без морщей катает. Возможно, решит играть по ситуации, то есть, там, поймешь, что нужно пойти по фармить или, наоборот, нужно идти как-то воевать с ракетами, промашенными лазером без морщей. Ну, поглядим. Как он решит. Это Вингам. Начала смещаться, есть у нее аркейн руна, но выход не удался. Что-то Мирана не так... Неприятно стоять в миду. Лазер так вот существенно хп отнимает, а остальвы не имеется, которую разбили. Ну и Боттл тоже еще не прикупила. Стрелы летают. Прочь с дороги. Мирана кричит. Ну вот, Рикки Мару напрягает на топе. Там вот, Вич Доктор, уже хил закончился, остался лишь Wood Restoration. Так что, пока Рикки выполняет свою задачу, но вот, правда, сталкер ушел в леса и там уже подфарливает. Но, вот если брать сталкер, который ходит в леса, ему не мешают, он примерно минуте, ну, к первой ночи, четвертой минуте выходит порядка пятого левела. Сейчас у него третий. В принципе, тайминги сбиты чуть-чуть, но все же по левелу неплохо. Там третий уже имеется. На топе агрессия, нажился и очень простой ферстблат для Яджа. Ну, кстати, бисмастер там, как я говорил, что-то у тебя неплохо на линии. Линию особо не пытаются удержать как-то там около вышки, то есть, постоянно находится, ну, почти в безопасности. И там уже четыреста на левел и по фарму очень круто, тринадцать на один. Как для бисмастера, ну, все неплохо, но все же на топе был фраг, так что, несмотря на то, что биста отпустили, это, в принципе, окупилось, потому что убили дровку. Прошу прощения. Ничего не страшного, все хорошо. Тут очень хорошо, я смотрю, ласт лидера, который забирает Найсталкер, прекрасно реализует первую ночь и начинает активно действовать. А я это все пропустил, как-то отвлекся. Два дуа сейчас становится так вот неожиданно, я как-то все упустил, я одного фрага так и не увидел. Сорян. Вот сейчас, как бы Рикимару не хотел бы гнаться с Найсталкером, то с большой вероятностью он просто не сможет это сделать. У него 335 скорости бега, в то время, как у Найсталкера 425. Ну и вместо того, чтобы идти заезжать, лучше всего просто пойти и где-то дать ответочку. Вот уже выдвигается наверх. Видит там Бэтрайдера. Бэтрайдер тоже какую-то странную, увидел Найсталкера. Найсталкер пробежал прямо по вардо, но вместо того, чтобы отойти, он решил остаться и здесь его разобрали. Ну, кстати, ой-ой-ой, 9 хп остается и улетает. Даже там порядка 7 было, хотя Сталкера до конца, но нет, там хрипы еще зажали, Сталкер надо сдогнать, но убьет. Там еще и холочку лицо, хотя-хотя, может и не убьет, потому что сейчас подрубятся еще и Транквилы, будет МС-регенщик, но Сталкер решил, нет, до конца, до Талова, но сам погибает и фраг для Рикимару. Ну, кстати, неплохо так Бэтрайдер в итоге полетал. Очень много времени и, ну, излег максимум из того, что мог. Ну, да. Там бисмастер уже ушел фармить вражеские леса. Есть у него топорик, он не покупал, ой-ой-ой, какой халявный фраг на Миране. Просто ракета и лазер в лицо. Как-то не калькулейтед у нас Мирана демэдж Тинкера. Ну, это странно, потому что Мирана такая тоненькая, а Тинкер, ну, она видела, как он качался. Ну, да, многие просто вообще, наверное, не верят, что Тинкер там будет максить нюки. Многие думают, что там замакшены машинки, что якобы он не будет меня убивать, но зачастую Тинкер, если есть возможность как-то убить, то он и, блядь, на пользуется. Вот на топе агрессия от Бэтрайдера. Садится тучка на Джулса, но понимает, что пора бежать. Расходит с разной стороны. Лукас, который у нас Яш, отошел, но вот Рикки Мар просветили. Дасты имеют Умираны. Ну, и Ябеш здесь должен погибать, хотя еще одна тучка, но нет, Старфол в лицо и это минус. Но тем временем Тинкер погибает вину, выход отличный через Праймал Рор от Бесмастера и еще и Авчаса пробивают, ну и, наверное, еще и Вингар. В итоге минус 3 по всей карте у нас делают Минески. Найсталкер отрабатывает по красоте. Знает, куда он бежает, забирает периодически Тинкера. Также мы видим сверху Дурранжер под защитой Вичдоктора все замечательно под Тауром. Их вообще никак не забрать. И на месте тех же Сван было бы здорово успокоиться и как-то не жадничать. То есть понятно, что они хотят пофармить и сверху, в данном случае убивать, и снизу хочется Лайстилеру своих артефактов набрать и в медиа Тинкеру, но тут как бы слишком легкая игра для Найсталкера. И он уже выдвинулся в центр снова. Ну да, в принципе, несмотря на то, что у Лукаса два тока крипстата, но всякая отдел смотрится в пользу Минески. В принципе, по всем линиям. Томэнби находит у нас Овчаса, Станчик в лесу, Карл не подходит, Карл. Давай же, Карл, но нет, решил как-то вон странно поступить. А, у него Лазер был в кулдауне, что дем уже бы не хватило. В принципе, разошлись. Правда, при этом Вард поставил у нас Сталкер и решил дальше агрессировать. На татру нажимаю, стрела пошла, стрела нет, не точная. Но Вингас, значка откидывается, заканчивается ночь и похоже будет жить, хотя нет, еще один залетает туда. Ну, Войт, и это минус. Там еще и птица летала. В это время Батрайдер залетает на дровку прямо под тавер. Лайслитер подходит, залетает, Рикимару ставит тучку. Дройнджер забрали. Хорошо, разменялись один в один. Дровку забрать всегда приятно. Ну, это да, поспоришь. Ну, там Бисмастер решил линию подпушивать. Там кабаны повызывались, но, правда, конечно, без дровки и тиммейтов. Вернее, без бафа дровки и тиммейтов тяжело-то будет ее слушать. Ну, немножко так под напряг еще и сместил стилипорт с Овенгом. Так что, в случае, у кого-то подсейва на линии не будет. Ну, кстати, у нас такой интересный билд у дровки, то есть, она качалась... Ой-ой-ой, снизу выход у нас на Овенгу. Станчик откидывается, но нет. Тут как-нибудь там еще и кабан словит, но, в принципе, это минус. Да, по поводу дровки такая интересная раскачка, то есть, она Силинг Ару Максила. Не плюсики, газ не качала, но вот почему-то решила, что Фрост Ару... Ой, Силинг Ару. Фрост Ару, конечно же. Решила, что Фрост Ару здесь будет более необходим, но не знаю. Ну, возможно, хотела против Бутрайдера как-то стараться его забирать. Мы с тобой, в общем-то, видели, что пару раз эти стрелы окупились и у нее даже получалось кого-то убивать. Но вот наединочку Бутрайдер вырывается, в лесу гаст и все. Кстати, у нас Бутрайдер пока без Лассо седьмого левела. Ну и по идее будет фармить все же Блиндаггер, а не Барабаны. Ну а тем временем у нас Мирана погибает в Миндоре, Кемару вышел и убил при помощи Тинкера. Ну что, у нас 7-8 счет уже на 10-й минуте. В принципе, игра весьма активная. Ну и, как мы видим, по Нетворцам. В топе находится у нас Лайфстиллер 4-200. После идет Бисмастер, Харлейнер. Чувствую себя очень хорошо. Там вышку уронил, 2-1-3 КДА. После идет Тинкер 4000, ну и 3-800 у нас у Мираны. И замыкает на топ-4. Ну, Дрока немножко подостала 3000, но зато Сталкер имеет столько же. Так что, Сталкер там уже купил себе так-то Point Booster. И, в принципе, с такой игрой Огними за горами. А там вот Дроку нашли. Рикимару дает вижен, ну и, в принципе, Джулс в опасности, хотя Сталкер уже рядом подрывается ночь, пошли я колбочка и Сайленс в лицо. Вот, прокачал газ и отлично, Лукас Ябеш погибает. Я постоянно вот этот первый ник могу спутать. Каски приезжали, ой-ой-ой, как классно, летают кокосы прямо под Валидикшен. И это минус 3 у команды Лукас. Вернее, Лайкос. Да, неплохо. Терене покупает у нас Бесмастер уже себе не краще первого левела. Замечательный вардинг от Минески. То есть, они прекрасно видят, что происходит сверху. Сверху Лайслер находился очень далеко. Также наблюдает за центром, за низом. То есть, абсолютно везде они знают о перемещении своего оппонента и вот так у Дровка замечательным образом байтит, рассчитывая на поддержку. Байт на пуш, подходит к вышке, там прожали смоки и хотят зайти в спину, чтобы поймать кого-нибудь. В принципе, позиция хорошая сейчас тут будет.